всем доброе утро добрый день кто когда будет смотреть обещала рассказать вам вот про эту нашу красотку как мы лечились до чем лечились что помогло что не помогло сейчас вот я ее подоила так по-быстрому тут что-то как-то утро затягивается это что ли встану не ври я вас всех уже попоила и покормила хотела снять ее в вольере она вылазит лезет прямо мне чуть ли не на руки так ну что лечились мы если так вот округлить то где-то дня 4 первые два дня было очень тяжко кто не знает мы лечили диарею в простонародье говоря понос я ее перекормила капустой теперь уже опять я почитала разные статьи почитала интернет стараясь больше что-то такое научное читать что зоотехники посоветует ну капусту я теперь вообще козом давать не буду ее вообще не рекомендуют от нее и молоко горчит и она в принципе пользы от нее никакой это еще хорошо что у меня ее не вздуло вот и лучше конечно морковь тыксу тыкву кормовую свеклу но у меня она не ест кормовую свеклу ну значит будет есть тыкву и морковь сейчас пока еще из овощей ничего не даю она только позавчера вечером начала есть зерновые комбикорм удойный не ест не курский не истринский есть комбикорм откормочный это так чуть-чуть что-то носом поковыряет откормочный я просто сейчас даю которые у меня беременные козы и вот та мелкая бэмби вот так вот вот это вот да вот это мойска ест у нас откормочный ладно не будем отвлекаться сегодня хочу у них почистить если получится скажем так если мне здоровье позволит кашель то я вылечила полтора месяца кашляла но теперь я попала к зубному врачу так же состояние у меня пока не очень зубом ну ладно отвлеклась так что показе молоко убавила здорово пол-литра утром пол-литра убавила вечером сейчас мы еще только-только восстанавливаемся она можно сказать только вот где-то первый день вчера более-менее там чего-то поела пристроилась не тут рука стояла и она подсунулась ну вот сегодня утром там чего-то она поела кукурузу не ест целую видите как аппетиты поменялись ест дробленую у меня есть такого крупного помола вот ее ест ну там наверно как на четвертинки такая вот ну короче овес ест ячмень ест я конечно ей насыпаю и комбикорм и кукурузу даю по норме она в течение дня съедает сразу не съедает но она в принципе и раньше также ела так как коза можно сказать была истощена у нас тут чуть ли не обезвоживание уже было она топила воду то не пила за эти дни я и проколола витамины и проколола будто фан по моему дай бог памяти это для обмена веществ не сразу в один день я все витамины проколола где-то вот в течение там сколько дней ты у меня уже лечишься но дней 5-6 наверное я просто потерялась во времени со своим этим зубом если лен права прокалывала а д е у меня по моему 3 вид там или три витамин что такое вот но которые колоть потому что есть по моему которые в воду давать кальфатон проколола и хелсивит короче полный комплекс за неделю я ей где-то в день по уколу наверное делала но я делала скажем так меньше даже нормы чуть чуть меньше нормы допустим если там два кубика я делала но там полтора допустим кубика чуть-чуть поменьше принципе нормально потому что витамина я и колола наверное в декабре после родов как она родила я и колола принципе нормально два месяца уже прошло вот и в этот раз я и давала асд вливала но я не думаю что асд нам помогло это было только мучение лучше бы я ей так и будешь тут стоять наверное лучше бы я и витом давала она в его на на хоть не пила этот витом асд вонючий шприцом вливала куртка вся мокрая ну короче нам училась так как она не вздутая была я не думаю что она и нужно было я ее скажем так особой ничем вот таким вот медикаментозным не лечила у меня есть ветки дубовые веники очень пожалела что не приготовила веники черемухи у нас когда к по осенью объелась яблок ну как объел съел 5 яблочек ветки черемухи и очень помогли но ее тогда еще и под вздуло что еще ели вот половину вот такого куска съели ширину он был вот так вот наверное сантиметров на 15 шире вот эту вот кору мы ели потом еще остатки я кору сверху снимала сейчас если получится приблизить это знаете что мне муж снял вот там вот так не приближает но где гараж где вот стропила да и вот это вот обрешетка и вот здесь вот так вот выходит немного досок там как сказать то обрешетка сделана я не знаю сейчас по моему такую доску не продают она как горбыль с одной стороны она гладкая ну вот такая вот а с другой стороны там идет прямо вот это вот кора по всей доске и вот там сантиметров на 20 вынесено вот это вот доска и вот он лазил туда снял ей вот эту вот кору вот она ее ела опять же сначала она ее нормально ела потом она начала ну может сказать я глажу хулиганить и мне приходилось ей по чуть-чуть по полосочке по маленькому по кусочку отрывать и прямо в рот запихивать вот тогда она ела с удовольствием я тут стояла с ней утром не совру часа полтора я с ней стояла в обед приходила и вечером веники конечно мы ели с удовольствием сначала в первый день я тут всем веники дала но этим-то девкам другие не дубовые давала ей давала дубовые на улице я даже видео снимала потом подумала ой что я тут буду монтировать думаю лучше скажу одним роликом все ну положили им три кучки 4 кучки до каждый по венику я думала они сейчас выйдут каждый около своего веника будет стоять прострепали мне все эти веники по этому самому по снегу я потом ходила все это собирала думаю нет уж лучше вот как есть каждый в кормушку так ну сено ела жвачку она ела еще вот у нас кто видел брус лежит у меня давай поглажу давай на террасе брус лежит и на брусе ну вот на краях но вот вот здесь вот есть тоже такие кусочки длинные коры во весь брус и он очень мягкий я вот так топориком снимала и ей скармливала да нет теперь надо куртку стирать у меня это куртка из д воняет хуже чем запах козы но кто держит коз знает как впитывается запах от козы не знаю мне мне нравится такой запах скотиной пахнет для меня это вкусно асд конечно против не воняет нас вот здесь вот шерстка видать от ошейника что ли он болтается здесь по шее все свалялась чё так хорошо да ой как хорошо ну давай почешу давай почешу вот ну в принципе все напрямую сено или грязь чуть прилипло расскажи все равно чешите меня чешите меня чешите вот ну в принципе вроде бы все сказала сама она так это нормализовалась зерно она сама я уже сказала отказалась есть зерно она не ела вообще на дня 4 из овощей пока ничего не даю что ты меня кусать будешь не морковь ничего не даю дать тебе сухарик посмотри тут у тебя вот зариску кукурузы давай вон там тебя вез плохо поела сейчас зерно но я и не настаиваю и между пока доилась сухариком больше нету да вот кусочек коры есть будешь все уже наелась вот такими вот даже уже рвала полосочками вот и видите ей кусать надо а я старалась едать сразу маленький кусочек чтоб она его съела давай он у меня болтается не как она его там видать на зубик на зубик не попадет скажи никак вон он весь вот он пожалуйста не как откусить ей надо вот вот такую маленькую скажи если тебя надо погладить все тут лезут а вот так что будьте готовы что если вот такой вот случится самый скажем так первый корм это веники веники черемухи веники дуба кору дуба можно сходить из уж нету веников но можно найти сходить пролезть даже по снегу если это не дай бог случится зимой и найти дуб и ободрать кору да мне кажется в таком случае с любого деревом у кора подойдет там уже неважно главное кору давать но она хорошо хотя бы сено ела жвачка у нее было до красота мы и тебя надо гладить и тебя надо всех надо гладить вот вроде бы все сказала черемухи кстати хотели мы купить в аптеке ой прям вот кости ужас ужас не сорить на нее что она лохматая черемухи в аптеке нету нигде не листьев не почек ну вообще вот ничего не коры черемухи вообще ничего нету так что думаю при даже хозяйка надурила делов ты перекормила меня капустой ладно давай на место да я тебя уж так задержала чтобы ты там постояла я тебя поснимала потому что здесь невозможно снимать но вот это у нас с ночи осталось вот видите так что-то здесь повыбирала все все красота моя водички дать водички давай водички а что еще обновила есть соду соду не ест лизунец нам не нужен а это у меня пилуцен лежит вот которые в ведерках вот такой вот вот его она смотрю ест прямо иногда прямо интересуется им водички попей попей водички все полегчало ну хотя она и я бы не сказала что она прям вялая была прям валялась и все такое нет такого у нас не было на улицу мы когда выходили она и бесилась вот с этим вот приемышем бегала как бы все так было нормально решила доесть но доедай все товарищи будьте здоровы берегите свою скотинку чтоб никто не болел все таки